Здравствуйте, уважаемые магистранты! Продолжаем курс лекции по дисциплине «Новые подходы к оценке прочности материалов». Лектор, доктор технических наук, профессор в кафедре нанотехнологии металлургия Пакашева Астромондуковна. Тема номер три – анализ процессов деформации и разрушения материалов. Цель лекции – изучить основы процессов деформации и разрушения металлических материалов. План лекции. Первое – физические основы деформации металлов. Второе – анализ процесса разрушения металлов. Первое – физические основы деформации металлов. Управлять микроструктурой металлов и сплавов можно, изменяя скорость охлаждения, то есть управляя разницей по температуре, а также путем воздействия внешней приложенной силы при определенных значениях внешней силы в металлах и сплавах может произойти деформация. Деформация – это процесс, при котором меняется форма и размеры изделия под действием напряжения. Деформация может происходить за счет воздействия специальных инструментов на металл. Также для деформации изделия используют определенные процессы, например, повышение температуры. Изделие можно растянуть, сжать, скрутить, загнуть. Все это относится к процессам деформации. Деформация можно назвать изменением формы и размеров тела под действием напряжений. Деформация, возникающая при сравнительно небольших напряжениях и исчезающая после снятия нагрузки, называется упругой деформацией. Если сохраняются небольшие напряжения, то это называется пластической деформацией или остаточной деформацией. При увеличении напряжения деформация может закончиться разрушением. Упругая деформация характеризуется тем, что когда устраняет внешнюю нагрузку, которая способна способствовала деформации, изделия из металла приходят в прежнее состояние. Даже небольшое силовое воздействие на металл вызывает деформацию. Если применяется растяжение изделия, то расстояние между атомами становится больше. А при сжатии изделия происходит обратный процесс. Если на металл оказывается минимальное воздействие, то эту деформацию можно назвать упругой. При сильном воздействии металл не возвращается в исходное состояние. Такая деформация называется пластичной. Чем пластичнее металл, тем больше он подается от пластической деформации. Во время пластической деформации свойства металла могут измениться до неувознаваемости. Даже если изделие из металла обладает повышенной твердостью, то при подборе определенной превышающей нагрузки может произойти пластическая деформация. Кределы упругости у каждого металла разные. Поэтому и воздействие нужно подобрать, исходя из свойств металла. Если изделие подвергнут статической нагрузке, статичной нагрузке, изменения металла будут происходить постепенно и медленно. Такой процесс называется ползочестью. Если увеличить температуру воздействия на изделие, то скорость процессов также возрастет. Сама же пластическая деформация зависит от свойств металлов, скорости воздействия, температуры и длительности нагрузки. Те металлы, которые характеризуются кубическим видом кристаллической решетки, считаются наиболее пластичными. Поэтому они быстрее и проще поддаются деформации. Можно изменить изделие с помощью холодной деформации. Такой процесс происходит при температуре ниже рекристаллизации изделия. При таком виде деформации происходит увеличение прочности металла. Но холодная деформация возможно только с изделиями, характеризующимися малым сечением, например, проволока. горячей. В этом процессе реформация с применением высоких температур называется горячей. металла. В этом процессе происходит полная рекристаллизация металла. Такой вид деформации обычно используется для крупных изделий. металла. Также деформация может происходить и без специального воздействия. Такой вид деформации встречается в природе. Свойства внешний вид определенного металла, его прочность могут поменяться из-за погодных воздействий, независимых от человека. известны два важных процесса деформация и рекристаллизация металла. Эти процессы взаимосвязаны между собой. Они могут быть обратимыми и необратимыми. Процесс рекристаллизации металла происходит в ходе деформации и различных физических воздействий на металл. Естественно, все металлы отличаются друг от друга по свойствам и структуре, а значит процессы рекристаллизации и деформации происходят по-разному. Деформация и рекристаллизация широко применяется в изготовлении различных металлических изделий. Эти процессы позволяют увеличить качество металла, изменить форму изделия и его внешний вид. Важно подобрать оптимальное воздействие на металл, только в этом случае его свойства можно улучшить. Не всегда рекристаллизация и деформация оказывают положительное влияние на изделие. металл, несмотря на это эти два процесса являются обязательными металлообработки. На данном слайде привезена диаграмма, показывающая зависимость между силой приложенного усилия и деформацией пластичного металла. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является упругое напряжение. Наиболее простые виды деформации тела в целом растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение. В большинстве случаев наблюдаемая деформация представляет собой несколько деформаций одновременно. В конечном счете, однако, любую деформацию можно привести к двум наиболее простым растяжению и сдвигу. Изучение деформации тела вполне определяется, если известен вектор перемещения каждой его точки. деформация твердых тел в связи со структурными особенностями последних изучается физикой твердого тела. О движении и напряжении в деформируемых твердых телах теории упругости и пластичности. у жидкостей и газов частицы легкоподвижны. Исследование деформации заменяется изучением мгновенного распределения скоростей. Причина возникновения деформации твердых тел является следствием фазовых превращений, связанных с изменением объема, теплового расширения, намагничивание, которое является магнитострикционным эффектом, появление электрического заряда или пьезоэлектрический эффект или же результатом действия внешних сил. Деформации называется изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил. Напряжение в случае одноосного растяжения определяется как n равное отношению p на f уравнение приведено на слайде в мегапаскалях или килограмм на миллиметр квадратный. Сила p приложенная к некоторой площади обычно является не перпендикулярной к этой площади, тогда различает нормальные и касательные напряжения. Нормальные напряжения подразделяют на растягивающие положительные и сжимающие отрицательные. на слайде приведен рисунок со всеми характеристиками. Различают временные напряжения, которые исчезают после снятия нагрузки, и внутренние остаточные напряжения, которые возникают без действия внешней нагрузки. В свою очередь внутренние остаточные напряжения делятся на тепловые и термические напряжения и структурные или фазовые напряжения. Внутренние остаточные напряжения возникают при быстром нагреве и охлаждении, при быстрой кристаллизации в результате структурных превращений в объеме сплава. Под концентрацией напряжений понимают местное увеличение напряжений у отверстий, канавок, царапин, вершинах трещин и других концентраторов напряжений. В вершине трещины под нагрузкой уровень концентрации напряжений значительно превышает их среднюю величину. можно рассчитать по следующим уравнениям, приведенным на слайде, где L и R это длина и радиус закругления трещины в ее вершине. K это коэффициент концентрации напряжения, который рассчитывается по следующему уравнению. В отверстиях достигается значение K3 в надрезах и трещинах несколько сотен. на данном слайде показаны фотографии развития опасной трещины в шейке при испытании медного образца на растяжении. Крупная пора возникает в центре шейки, затем происходит слияние микропор. механизмы пластической деформации существует два механизма пластической деформации. Первый это сдвиговой механизм заключается он в упорядоченном смещении отдельных частей кристалла под действием внешних сил. Сдвиговая деформация наступает почти однопременно с приложением силы. Она идет и при низких и при высоких температурах. Второе диффузионный механизм он реализуется при высоких температурах близких к температуре плавления и низких внешних нагрузках. При приложении к телу внешние нагрузки самодиффузия идет направленно. В результате под действием растягивающих сил тело удлиняется а его поперечное сечение уменьшается. Диффузионная пластическая деформация идет очень длительно. Она реализуется при постоянно приложенных напряжениях и личина которых недостаточно, чтобы вызвать пластическую деформацию при кратковременном действии. Рассмотрим структурные изменения металла при сдвиговой деформации ее атомный механизм. При температурах ниже 0,3-0,4 температуры плавления самодиффузия идет с пренебрежима малой скоростью. Деформацию в этом случае называют холодной в противоположность горячей, которая проводится при температурах выше 0,3-0,4 температуры плавления. Структурные изменения при холодной пластической деформации. При растяжении монокристаллов металлов силой происходит относительное смещение и поворот отдельных частей кристалла и он удлиняется. Такое смещение происходит по плоскостям называемым плоскостями скольжения или сдвига. На данном слайде схематически приведено в левой части, где показан исходный образец и образец после растяжения. Плоскости, по которым прошел сдвиг, выявляются на полированной свободной поверхности или на шлифе в виде прямых или волокнистых линий скольжения. Показано на фото волнистые линии скольжения и полосы скольжения в нижней правой части. Слайды. Если линия прямая, то это означает, что скольжение шло по одной плоскости. если волнистые, то по нескольким пересекающимся плоскостям. Часто наблюдается, что линии скольжения распределены в кристалле неравномерно. Группы близко расположенных линий скольжения образуют полосы скольжения. При увеличении деформации количество полос скольжения возрастает, причем в некоторых случаях между ними в конце концов устанавливается примерно одинаковое расстояние. Скольжение по какой-либо системе может происходить лишь под влиянием напряжений действующих в данной плоскости скольжения вдоль направления скольжения. Они называются скалывающими напряжениями. Напряжение нормальной плоскости скольжения сдвига по дни не вызывает и не оказывает влияние на процесс скольжения. Скольжение в действующей системе начинается при достижении определенной величины скалывающего напряжения. Эта величина называется критическим скалывающим напряжением. и обозначается как тетта. Величина это зависит от чистоты металла, наличия и расположения дефектов решетки. Также и от температуры. Из-за постоянства тетта критическая пластическая деформация может начаться лишь при определенном значении внешней действующей силы, которая зависит от положения возможных систем скольжения относительно этой силы. Из схемы видно, что величину скалывающего напряжения вызывающего сдвиг можно найти из уравнения. все обозначения показаны на схематическом рисунке направления скольжения, нормальной плоскости скольжения и плоской скольжения. Если деформировать поликристаллический металл, возрастающий от нуля силы F, то скольжение начнется не во всех зернах одновременно. В первую очередь, линии скольжения появятся в зерне, в котором система скольжения расположена так, что в ней достигается тетакристаллическая уже при малом значении силы. Из уравнения видно, что скольжение начнется вначале в тех зернах, где плоское скольжение образуется угол 45 градусов с направлением действующей силы. Увеличение внешней силы приводит к появлению линий скольжения в остальных зернах. Характерно, что линии скольжения доходят только до границ зерен. В соседнем зерне от места встречи линии скольжения с границей может пойти новая линия скольжения, но уже в другом направлении. В соответствии с ориентировкой решетки этого зерна при больших степенях деформации в полипристаллическом теле зерна вытягиваются, зерна вытягиваются, а отдельные линии скольжения становятся неразличимыми. При сильной деформации все зерна приобретают примерно одинаковую кристаллографическую ориентировку. Такая предпочительная ориентировка зерен называется текстурой деформации. Характер текстуры зависит от природы металлов и от его типа решетки. В некоторых металлах с одинаковой решеткой после одинаковой деформации получаются разные текстуры. Текстура характеризуется ориентировкой направления и плоскости кристаллов в теле. Металл в процессе пластической деформации упрочняется упрочнением называется увеличение сопротивляемости деформации. Упрочнение при пластической деформации называется наклепом. Для нарисунки этого слайда пунктируем нанесена линия истинной кривой растяжения дающая зависимость истинного напряжения от удлинения. из рисунка видно, что для увеличения деформации истинное напряжение необходимо все время повышать. Главным образом упрочнение вызывает увеличение плотности дислокации. сдвиговая пластическая деформация может совершаться не только путем скольжения. Разновидностью сдвиговой деформации является двойникование, которое происходит при больших скоростях деформации и низких температурах. При скольжении соседней атомной плоскости смещаются на расстояние кратное целому межатомному расстоянию. При двойниковании соседней атомной плоскости сдвигаются на расстояние не кратное целому межатомному расстоянию, причем эти расстояния пропорциональны удалению сдвигающейся плоскости от плоскости двойникования. Ориентировка сдвинутой при двойниковании части кристалла изменяется зеркально. Схема смещения атомов при скольжении двойникования показана на слайде. Двойникование, подобно скольжению, сопровождается прохождением дислокации сквозь кристалл. При деформации двойникованием напряжение сдвига выше, чем при скольжении. Двойники обычно возникают тогда, когда скольжение по тем или иным причинам затруднено. Деформация двойникования обычно наблюдается при низких температурах и высоких скоростях приложения нагрузки, так как в этих случаях для скольжения необходимо высокое напряжение сдвига. Двойники более характерны для металлов с решеткой, для таких как титан, магний, цинк. Двойникование начинается при больших скалывающих напряжениях, чем скольжение, развивается скачкообразно и иногда сопровождается подрезкиванием, например, в олове. Часто двойникование происходит одновременно со скольжением. Скольжение дает большую степень деформации, чем двойникование. В соответствии с дислокационной концепцией, процессы сдвигом одной атомной плоскости относительно другой, а последовательным смещением дислокации в плоскости сдвига осуществляется неодовременно сдвигом одной атомной плоскости относительно другой. Благодаря тому, что для перемещения дислокации требуется значительно меньше усилия, чем для жесткого смещения атомных плоскостей, фактическое напряжение сдвига значительно меньше теоретического. Величина напряжения, необходимого для осуществления пластической деформации, зависит от скорости деформирования и температуры. Увеличением скорости деформации на деформирование достижение заданной деформации требует больших напряжений, а при повышении температуры значение необходимых напряжений снижается. Таким образом, пластическая деформация является термически активируемым процессом. При понижении температуры предел текучества большинства металлов растет, металлы с границентрированной кубической решеткой имеют значительно меньшую зависимость предела текучести от температуры, чем металлы с другими типами решеток. Анализ процесса разрушения металлов. Разрушение – это кинетический процесс зарождения и или развития трещин в результате действия внешних или внутренних напряжений, завершающиеся разделением изделия на части. При разрушении образуются новые поверхности, которые называют изломами. Разрушение твердого тела представляет собой процесс развития пластической деформации и как следствие образования неспошностей, трещин, имеющихся в структуре материала или возникающих на предшествующих стадиях деформации. На рисунке данного слайда показана зависимость напряжения в деформации, при котором происходит в определенной области упрости деформации, затем пластическая деформация и заканчивается этот процесс разрушением. Заключительная стадия деформирования материалов – это стадия разрушения, стала объектом исследования сравнительно недавно, так как раньше считали, что после появления трещин в материале изделия нельзя использовать. Разрушение рассматривалось как заключительная мгновенная стадия нагружения, которая не может быть остановлена. В настоящее время выявлено, что стадия разрушения с момента появления повреждения может составлять до 90% долговечности конструкции. Разрушение представляет собой чрезвычайно сложный, многостадийный процесс, управляемый большим количеством факторов. В зависимости от изменяющихся условий можно получить весьма различные характеристики процесса разрушения, о сложности и неоднозначности явления свидетельствует тот факт, что нет общепринятого определения разрушения и общепринятой классификации видов разрушения. В общем случае механическое разрушение может быть определено, как любое изменение размера, формы или свойств материала конструкции, машины или отдельной детали, в результате которого она утрачивает способность удовлетворительно выполнять свои функции. Основываясь на этом, вид разрушения можно определить как физический процесс или несколько взаимосвязанных между собой процессов, приводящих к разрушению. Процесс деформации при достижении достаточно высоких напряжений заканчивается разрушением. Процесс саморазрушений состоит из двух стадий зарождения трещины и распространения этой трещины через все сечение образца или детали. Различают два вида разрушения. Отрыв в результате действия растягивающих нормальных напряжений и срез под действием касательных напряжений. Отрыв не сопровождается предварительной макропластической деформацией, а разрушением путем среза, наоборот, всегда предшествует пластическая деформация. На слайде показаны схемы отрыва, пункт А, среза, пункт Б и образования трещины за счет скопления и дислокации у препятствия, пункт Б, где описано, где находятся границы зерна, дислокации и трещины. Степень деформации определяется через разницу площади сечения до деформации и после деформации соответственно. В связи с этим отрыв вызывает хрупкое, а срез – вязкое разрушение. Механизм зарождения трещины одинаков как при хрупком, так и вязком разрушении. Возникновение микротрещин чаще происходит благодаря скоплению движущихся дислокаций перед препятствием. Границы субзерен, зерен, межфазовые границы, всевозможные включения и так далее. Что в конечном итоге приводит к возникновению концентрации напряжений, достаточных для образования микротрещины. На слайде на рисунке показана схема среза и образования микротрещины. На данном слайде показаны теоретические фиды трещин. Первое – это нормального разрыва, второе – это поперечного сдвига и третье – продольного сдвига. Разрушение по первому типу – это единственный способ, ведущий к физическому разрушению, поскольку если внешнее напряжение физически не разделяет две поверхности в плоскости скола, то может происходить сращивание этих поверхностей даже при приложенном напряжении. Зарождение разрушения во всех случаях связано с пластической деформацией. Образование микротрещин часто происходит в результате скопления движущихся дислокаций перед препятствием. На данном слайде показаны трещины в железе, образовавшиеся при горячей деформации сжатиями. Как мы видим, здесь увеличение на 25 микрометров. На данном слайде показаны трещины, возникающие при горячей деформации в Титане ПТ-1.0. Здесь увеличение до 20 микрометров. Из опытов Чахральского и Оберховера следует, что чем меньше размер кристаллов, составляющих образец, тем правильнее форма деформируемого металла. Наиболее мелкокристаллический образец дает большую прочность, большую однородность, то есть большую надежность механических качеств. Поэтому современная техника применяет главным образом металла мелкокристаллической структуры, которая обладает наибольшим упрогим сопротивлением, деформирующему действию механических усилий. На данном слайде показано образование трещины. На первом рисунке дислокационная модель образования хрупких межзеренных трещин путем сдвига по плоскости скольжения. На втором схеме образования трещины, где под номером 1 показана трещина и под номером 2 граница зерна. Критическая длина трещины. Многие детали могут длительно работать при наличии трещин, но не более определенного размера. Критическая длина опасных трещин определяет границу резкого снижения прочности и хрупкого разрушения деталей. Начиная с некоторой критической длины, при раскрытии трещины уменьшение запасенной упругой энергии прикрывает увеличение поверхностной энергии. При превышении критической длины развитие трещин идет за счет запасенной энергии упругой деформации, не требуя увеличения растягивающей нагрузки. Критическая длина трещины зависит от вязкости разрушения, трещина стойкости стали, уровня остаточных напряжений, конструкции деталей, температуры ее эксплуатации, скоростей приложения нагрузок. Концентрация напряжения в устье трещины зависит от номинального среднего напряжения, длины трещины и радиуса кривизны вершинной трещины. На слайде приведена формула расчета концентрации напряжения. Чем больше длина трещины и меньше кривизна вершин, тем выше концентрация напряжения в устье трещины. Когда концентрация напряжения достигает значения достаточного для нарушения цельности металла, размер трещины становится критическим и дальнейший ее рост идет самопроизвольно. Для хрупкого разрушения характерна острая, часто ветвящаяся трещина, а для вязкого – тупая, раскрывающаяся трещина. Если напряжение пределы текучести, пластическая деформация происходит только в устье трещины, где отмечается концентрация напряжения. Вязкое и хрупкое разрушения различаются между собой по величине пластической зоны в вершине трещины. При хрупком разрушении величина пластической зоны в устье трещины мала. При вязком разрушении величина пластической зоны, идущей впереди распространяющейся трещины, велика. Пластическое течение материала в вершине трещины сопровождается увеличением радиуса трещины и, следовательно, уменьшением концентрации напряжения, которое может оказаться недостаточным для продолжения распространения трещины, и она не достигнет критического размера. Вязкое разрушение обусловлено малой скоростью распространения трещины. Скорость распространения хрупкой трещины весьма велика, она близка к скорости звука, поэтому нередко хрупкое разрушение сопровождается внезапным или катастрофическим разрушением. Вязкое и хрупкое разрушение можно связать с энергоемкостью процесса разрушения при том или ином виде испытания. Вязкому разрушению соответствуют обычно большие значения поглощенной энергии, то есть большая работа распространения трещины. Энергоемкость хрупкого разрушения мала и, соответственно, работа распространения трещины близка к нулю. С точки зрения микроструктуры существует два вида разрушения – транс-кристаллитное и интер-кристаллитное. При транс-кристаллитном разрушении трещина распространяется по телу зерна, а интер-кристаллитным она проходит по границам зерен. При распространении трещины по телу зерна может происходить как вязкое, так и хрупкое разрушение. Межзеренное разрушение всегда является хрупким. По внешнему виду излома визуальное наблюдение можно судить о характере разрушения. Волокнистый масловый излом на рисунке верхней части под пунктом А при первой позиции свидетельствует о вязком разрушении. Кристаллический светлый излом, пункт А, позиция 3, является результатом хрупкого разрушения. Изучение тонкой структуры излома с помощью электронного микроскопа, микрофрактография позволяет более уверенно судить о вязком или хрупком характере разрушения. Вязкое разрушение характеризуется чашечным микростроением и сломом. Здесь нижняя часть фотографии под Б, первая позиция. При этом в виде разрушения происходит образование внутренних микрообластей, чашек, с последующим удлинением этих локальных очков разрушения и разрывом перемычек, разделяющих их. Хрупкое разрушение характеризуется ручьистым строением. Показано под флоктом Б, вторая позиция поверхности излома. Хрупкая трещина распространяется под нескольким параллельным плоскостям. Ступени между параллельными плоскостями могут образоваться путем скола или пластического сдвига. Ступени при разрушении сливаются, образуя ручьистый узор. Вязкие, чашечные, хрупкие ручьистые изломы относятся к транскристаллитным разрушениям. При исследовании на электронном микроскопе хрупкое разрушение, идущее по границам зерен, выявляется в виде гладких поверхностей, часто с некоторым количеством выделившихся частиц. Здесь рисунок Б, позиция 3. Межзеренное разрушение обычно происходит при выделении по границам зерен частиц хрупкой фазы. Многие металлы, железо, вольфрам, молибден, цинк и другие, имеющие объемно центрированную кубическую кристаллическую решетку, в зависимости от температуры, могут разрушаться как вязко, так и хрупко. По нижению температуры обуславливает переход от вязкого к хрупкому разрушению. Это появление получило название «хладноломкость». Заключение деформации – это процесс, при котором меняются форма и размеры изделия. Деформация может происходить за счет воздействия специальных инструментов на металл. Также для деформации изделие используют определенные процессы, например, повышение температуры. Если на металл оказывается минимальное воздействие, то эту деформацию можно назвать упругой. При сильном воздействии металл не возвращается в исходное состояние, и такая деформация называется пластичной. Чем пластичнее металл, тем больше он поддается пластической деформации. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которой является упругой напряжения. Наиболее простые виды деформации тела в целом – растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение. В большинстве случаев наблюдаемая деформация представляет собой несколько деформаций одновременно. Существует два механизма пластической деформации. Сдвиговый механизм заключается в упорядоченном смещении отдельных частей кристалла под действием внешних сил. И диффузионный механизм реализуется при высоких температурах, близких к температуре плавления и низких внешних нагрузках. Разрушение – это генетический процесс зарождения или развития трещин в результате действия внешних или внутренних напряжений, завершающихся разделением изделия на части. При разрушении образуются новые пароверности, которые называют изломами. Разрушение представляет собой чрезвычайно сложный многостатильный процесс, управляемый большим количеством факторов. В зависимости от изменяющихся условий можно получить весьма различные характеристики процесса разрушения. Зарождение разрушения во всех случаях связано с пластической деформацией. Образование микротрещин часто происходит в результате скопления движущихся дислокаций перед препятствием. Разрушение делится на два вида – вязкое и хрупкое разрушение. Они различаются между собой по величине пластической зоны и вершине трещины. На данном слайде приведены контрольные вопросы, на которые необходимо ответить письменно и выслать. На этом лекция окончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...